Вопросы оказания медицинской и социальной помощи одиноким и одиноко проживающим людям, уход на дому, обучение и информирование населения, укрепление организационного потенциала. Эти и другие немаловажные темы были вынесены на заседание президиума по итогам работы Брестской областной организации Красного Креста. Но все-таки главная тема конференции – пандемия. Здесь мы, может быть, впервые поработали со спонтанными волонтерами, которые привлекались именно по своему желанию. Они приходили и говорили, что они хотят нам помогать. И мы начинали с ними работать, обучали, информировали, заключали соглашения и так далее. Если в первую волну мы привлекали волонтеров БРСМ, они тоже работали как волонтеры Красного Креста, будем говорить по тем направлениям, которые мы работали, то сейчас мы работаем полностью со своими волонтерами. Проверкой на прочность краснокрестовцев стало, конечно, распространение COVID-19. Помочь уязвимой категории граждан, пожилым, одинокопроживающим и людям с инвалидностью в условиях непростой эпидемической ситуации, организовать доставку продуктов и лекарств – эти и многие другие задачи были успешно выполнены членом общественного объединения. А потому об итогах работы волонтеров и сотрудников организации в рамках мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции говорили немало. Вы видели, какая работа проводилась в контексте, связанной с коронавирусом, которая заставила все-таки нас пересмотреть и стандарты подходов к организации работы, и работы с волонтерами. И если для нас основным костяком, особенно на периферии волонтеры – это пожилые люди, 40% волонтеров – это были люди пожилого возраста, то в этом году нам приходилось пересматривать форматы нашей работы, заниматься рекрутированием молодых волонтеров, заниматься большим тесным взаимодействием по опасанию медико-социальной поддержки, обеспечивая средства индивидуальной защиты и социальных работников, помогать учреждениям здравоохранения, но самое главное – сохранить наш компонент работы помощи на дому. Брестской областной организации Белорусского общества Красного Креста есть чем гордиться. За прошедшие пять лет было много сделано. Реализовывались проекты и международные программы. Активно проводилась деятельность по поддержке людей социально значимыми заболеваниями. Внедрялись новые сервисы поддержки у изумных категорий граждан и многое другое. На заседании присутствующие обсудили перспективы волонтерского движения на Брещене, систему оказания первой помощи, интересные проекты и инициативы, помощь нуждающимся людям. И уже есть новые идеи, связанные с развитием организации. Я думаю, что некоторыми шагами мы примем для того, чтобы у населения как можно больше было информации о деятельности организации. Но не просто информации, а конкретных шагов, связанных с популяризацией деятельности, вовлечением новых членов в ряды организаций. Для этого я считаю, что мы должны использовать тот опыт, которыми богата система МЧС Брестской области. Это привлечение и участие в различных проектах, программах. Думаю, что Красный Крест достойно может себя здесь проявить, чтобы на новый уровень поставить свою работу. Именно Николая Кузьмитского выбрали новым председателем Брестской областной организации Белорусского общества Красного Креста. Человека с большим потенциалом и опытом реализации международных проектов. Николай Михайлович вступит в должность в марте текущего года. Наверное, мой приход сюда в первую очередь связан с тем, чтобы эти благородные начала деятельности организации, связанную с благотворительностью и всеми другими вопросами, которыми он занимается, наверное, привело меня туда, чтобы продлить те прекрасные традиции, заложенные предыдущими руководителями и людьми, которые здесь работали. Поэтому я считаю, что в перспективе надо максимально использовать тот наработанный опыт, использовать возможности и наработки тех людей, которые действительно делают свою работу хорошо. Подводя итоги работы общественного объединения за прошедшие пять лет, было отмечено, что количество членов организации уменьшилось. Сейчас это число не превышает 149 тысяч, но этого хватает, чтобы оказать ту помощь, в которой нуждаются люди. Поставлена задача привлечь как можно больше людей в организацию. У нас достаточно доброе, солидарное общество. Красный Крест просто помогает таким добрым людям, которые хотят помочь другим. Он просто помогает, направляет таких людей. Это очень важная функция, я считаю. И у нас очень много таких добрых людей, которые не знают, где себя проявить. А Красный Крест их аккумулирует и помогает им проявить себя. Строя планы на 2021 год, члены Белорусского общества Красного Креста отмечали, что этот год для них особенный. Они отметят столетие общественного объединения. А значит, будет много новых интересных проектов и инициатив.